пыльца есть такие продукты которые очень полезны и насыщены биологически активными веществами то есть если вот так вот брать чисто теоретически то вот пыльца в соединении естественно там с растением дает начало новой жизни и все то что дает начало новой жизни естественно содержит огромный потенциал в себе жизненной силы и как правило веществ которые обеспечивают этот потенциал поэтому пыльца растений пыльца деревьев собрана особенно пчелами потому что было установлено что если так пыльцу собрать просто без участия пчел то она конечно обладает полезными качествами но собрана именно пчелами количество вот этих вот полезных действий пыльцы возрастает когда делали анализ пыльцы ученые то они установили что пыльце содержится 27 элементов возможно их еще и больше ну самые важные такие это натрий калий там ники титан ванадий хром фосфор циркон цинк свинец серебром и шьяк даже видите олова галя и стронцер там кремний даже туран магний марганец молебден медь кальций и железо пыльцы также нашли и холестерин он содержится в пыльце в разных пропорциях по своей форме размеру цвету пыльца бывают самые различные формы она имеет форму там кофейного зерна там овальную круглую кубическую бывают трех четырех пяти многогольные формы так далее и считается что по пыльце можно определить с каких растений был собран мед в пыльце содержится вода восстанавливающие сахара жиры белки аминокислоты естественно витамины антибиотики антибиотики причем естественного природного происхождения вот это вот важно понимать а также так называемый фактор роста то есть фактор роста это именно вот так активная субстанция которая дает начало новой жизни естественно там содержится аминокислоты которые наиболее ценные я их не буду перечислять содержатся витамины и гормоны также то есть богатейший состав пол витаминов гормонов что очень важно также все это сбалансировано и опять-таки подчеркивается что там имеется фактор роста фактор роста именно та биологическая энергия которая обеспечивает вот это вот рост и развитие новой жизни важно подчеркнуть что в пыльце вот очень много калия далее идет магний потом только кальций причем калия содержится от 20 до 45 там миллиграмм процентов а вот кальция всего один 15 то есть вот с точки зрения калия с точки зрения воздействия на организм особенно для работы сердца пыльца будет создать очень очень хорошее действие далее смотрите здесь имеется медь медь это такое микроэлемент который способствует защите иммунной защите организма а также способствует кроветворение в какой-то степени далее железо чем железо может быть даже побольше чем медик кремний от 2 до десяти значит или миллиграмм процентов фосфор сера там хлор марганец то есть видите какой богатейший состав самых важных микроэлементов для поддержания жизни и вот когда вот это все это богатство будут входить в наш организм причем в очень таких правильных соотношениях пыльце все представлено и в естественном виде она значит будет оказывать большое благотворное действие поэтому за вот это вот именно благотворное действие пыльцу пчел применяют как народной медицине так и в официальной медицине обычно пыльца имеет небольшой такой горьковатый вкус это очень хорошо вот и для того чтобы вот этот горьковатый вкус уменьшить ее могут применять и рекомендуют применять в смеси с медом потому что мед является тем конем который доставляет действующие вещества пыльцы по всему организму значит какие дозы рекомендуются значит замечено что очень хорошие результаты дают применение два с половиной грамма в день вот такая вот доза два с половиной грамма пыльцы в день существует и большие дозы там до 20 грамм и до 10 грамм для детей но считается что все таки эти дозы великоваты возможно при каких-то там истощениях или еще упадки сил можно применять такие большие дозы но для именно профилактики и вот как бы сказать вот правильного питания два с половиной грамма в день пчелиные пыльцы это будет то что надо и и обычно вот я лично применяю под язык рассосал а если с медом значит смешали там с медом и уже используйте чайную ложечку вот это вот меда смешанного с пыльцой также лучше всего рассосать ее во рту чтобы сразу же она поступила в кровь через слизистые оболочки рта и начала свое действие потому что проходя через желудочно-кишечный тракт подвергается пыльца агрессивному воздействию желудочных соков и можно сказать что несколько утрачивает свои целебные свойства и так пыльцу применяют вот когда применять при физическом истощении а именно допустим ее можно применять особенно сейчас много любителей здорового образ жизни которые активно занимаются спортом то есть как вот своего рода добавочка для того чтобы вы всегда были прекрасном настроении и полны физических сил и быстро восстанавливались после тренировок запомните это далее при анемии и также для того чтобы когда начинается период выздоровления после каких-то заболеваний чтоб все это побыстрее в этот период прошел применяют пчелиную пыльцу как правило курс приема примерно две-три недели пчелиной пыльцы почему потому что в любом случае возникает привыкание и чтобы этого не было лучше всего делать перерывчик примерно с месяц сейчас когда у нас март месяц вот конец февраля март начало апреля ты в апрель весь целиком наиболее благоприятное время для того чтобы применять пыльцу потому что у нас уже витаминный запас исчерпывается и для того чтобы укрепить организм противостоять вот это вот слабине очень хорошо использовать пыльцу то есть курс сделали недельки ты это будет то что надо кроме того что используют пыльцу в качестве питания есть такие рекомендации как ложечку пыльцы чайную ложечку разбавить в стакане с водой и используют для мытья волос оказывается что вот этот вот раствор пыльцы действует против перхоти потому что там есть антибактериальные свойства в пыльце и к тому же он действует на волосы подпитывающие волосы становятся после этого блестящими и шелковистыми поэтому юным красавицам стоит это взять на заметку поговорим об антибактериальных свойствах пыльцы было обнаружено после ее применения небольшое количество микроорганизмов то есть она подавляет рост болезнетворных микроорганизмов и особенно в наше время в связи с вот этими всеми вирусами с угрозой там гриппа простуды очень очень хорошо значит можно ее использовать и как ученые говорят вытяжки из пчелиной пыльцы оказались активными 27 штаммами бактерий такие как сальмонелла коле протеус и другие активная она оказалась и это очень важно в случае в борьбе с гноеродной инфекцией которая вызывается стафилококком это очень хорошо еще разок важно подчеркнуть что собранная пчелами пыльца более активно по сравнению с пыльцой собранной руками а также некоторые считают врачи и ученые народные целители что лечебные свойства различных сортов пыльцы варьируют в зависимости от их цветочного происхождения допустим пыльца собранная с ромашки будет гораздо более активнее нежели там собрана с каких-то других растений это важно понимать когда исследовали клиническое воздействие пыльцы на организма человека это клиническое воздействие разделили на три категории первое действие регулирующее кишечные функции больных с запорами или хронической диареи которые устойчивы к антибиотиками почему потому что те антибактериальные свойства которые содержатся в пчелиной пыльце прекрасно воздействуют на разного рода ненужные микроорганизмы которые вызывают хроническую диарею и к тому же устойчивы к антибиотикам более того полученные и хорошие результаты в лечении колита второе воздействие это в случае анемии особенно детской анемии оказывается пыльца вызывает быстрое повышение количества гемоглобина она и восстанавливает кровь это очень важно то есть для беременных женщин для кормящих женщин и для детей у которых вот произошло понижение гемоглобина в третье воздействие вот вот воздействие за счет именно наличия фактора роста жизненной силы в пыльце оказывается опыт показал что пыльца вызывает быстрое прибавление в весе а также способствует выздоровлению больных к тому же она повышает и такие как бы сказать радостное свойство человека то есть она вызывает некоторое количество радости тем самым повышая энергетический уровень человека которые способствуют как профилактики разного рода заболеваний так и быстрому излечению после каких-то там перенесенных операций после перенесенных заболеваний важно перед применением пыльцы убедиться что она не вызывает аллергических реакций считается что это пыльца которая вот летит там с деревьев цветов а та пыльца которая собрана пчелами вот там он не проявляет никаких аллергических ответных реакций и это особенно подчеркивается что ни один из потребителей пыльцы не проявили никакой аллергической реакции к ней то есть уже такие научные данные и так она способствует ускорению процессов роста это можно использовать допустим ну как вообще для укрепления организма для детей для лиц пожилого возраста так и в спортивной медицине спортсменам для того чтобы быстрее восстанавливаться после физических нагрузок ну а любителям строительства тела бодибилдером для того чтобы у них быстрее происходил рост мышечной массы клинические испытания показали что пыльца прекрасно влияет на кишечный метаболизм то есть различные процессы происходящие у нас в кишечнике их нормализацию их ускорение подавление всего ненужного вредного и на то что у нас формула крови становится здоровее в первую очередь насыщение крови гемоглобина до нормы и второе значит вот вот это вот все микроэлементы которые содержатся у нас в крови они приходят в свое гармоническое состояние от этого кровь становится сильное и что передается естественно весь наш организм применение пыльцы при депрессии пониженной половой способности дало хорошие результаты то есть депрессия это отсутствие вот желание жить после применения пыльцы вот это добавление жизненных начал которые там содержатся энергетики оно вот это вот убирает потихонечку то есть человек как-то получает новый импульс он выходит из хронического какого-то состояния он получает новый импульс для жизни ну и естественно отражается на половую функцию особенно на половую функцию мужчин половая функция усиливается здесь действует закон подобное усиливается подобным пыльца являясь мужской частью естественно будет на влиять на мужские организмы и усиливать именно вот эту функцию подчеркивается что когда применяли пыльцу были получены хорошие результаты в лечении разного рода колитов особенно с ненормальной кишечной флорой потому что колит есть следствие того что имеется неправильная микрофлора внутри кишечника которая начинает разрушать и стенки а вот как раз прием пыльцы способствует тому что он влияя нормализуя микрофлору тем самым устраняет причину возникновения колита возьмите это себе на заметку как правило когда применяют пыльцу еще разок подчеркивается что гемоглобин быстро растет и с ростом гемоглобина отмечается улучшение общего состояния важно понимать что пыльца это жизнедатель причем жизнедатель если так говорить по восточному это янский продукт янский продукт это активный продукт естественно употребляя его мы тем самым добавляем активности в свой организм поэтому у нас и отмечается значительно улучшение общего состояния когда пыльцу применяли больные в период выздоровления а также старые люди то ее прием вызывал прибавление в весе и восстановление физических сил то есть вот регулярные профилактические курсы для пожилых людей ну для таких вот как я уже после их 60 лет это можно сказать отличное дополнение естественно отличное дополнение для того чтобы человек сохранял и свою массу тела и свои физические силы и у него еще было желание воспользоваться тем что у него осталось здоровье и что еще следует отметить так это благоприятное действие пыльцы пчел в общем на нервную систему главным образом в случае депрессии это же способствует тому что исчезает бессонница нормализуется сон вот так кратенько я вам рассказал о какими целебными свойствами обладает пыльца пчел и как ее лучше применять и кстати ее стал применять раз с утра встал чайную ложечку под язычок рассосал и все нормально вы знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас за 1 коаааааааааа